отправляемся мы в спа без приколов халат на мне входит в стоимость бесплатно тапочки я думаю эти тапочки спокойно можно забрать домой идеальные тапочки для спа процедур но они как бы одноразовые но я думаю в них месяца два отбегаешь со свистом шапочка это наверно больше для женщин думает о том что шапочка не поможет но это когда делают спа процедурами намаживают всякими штучками древочками то конечно наверное нужна шапочка в моем случае она не нужна итак какая фишка здесь оставляешь полностью всю одежду одеваешься все потому что тебе предоставил тридцать парадис то есть тапочки халатики маечки ну все шапочки и уже как человек ходишь по всему отелю напомню что здесь есть пять ресторанов и лобби-баров разного рода напитки и еду кушать а также процедуру вот опять не хочу наградить что-то в районе от 30 до 60 вариантов процедур там такие 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 по телефону можно позвонить из номера заказать их определить время посмотрела что по времени в сейфе оставить все деньги ключи все что необходимо все идея заказать в сусе хочешь поспать то все равно поспишь среду на моде он мне очень нравится я сравнил бы вот этот отель и этот аквапарк может быть с друскнингкальским аквапарком если честно у нас большой стресс после того как мы на тех выходных были вильнюсе и вечер аквапарке просто жесть это вильнюсе и вот просто отдых был категорически испорчен и надо было какая-то реабилитация и мы приехали в этот отель спасибо персоналу этого отеля идеально что важное в этом аквапарке на что стоит обращать внимание во первых все углы кафеля обработаны настолько идеально что там нет ни одного микроба в отличие например от вильнюсского аквапарка обратите внимание на систему вентиляции и воздухопотока наверху то есть они просто гоняют воздух влажный и специальные трубки которые находятся например вот на этом уровне видите такие двухсотые по кругу и их тут в каждом орке около каждого бассейна то есть они забирают дополнительный лишний пар а поскольку здесь все напоминает теплицу вот эти вот вещи они разгоняют воздух чтобы была постоянная циркуляция воздуха и сам потолок здесь нету нигде гипса а подвесной потолок здесь с арболита вы не впитывает в себе влагу потому что на цементной основе дальше идет палочки с клееного бруса в идеальном состоянии и вы не найдете здесь ни одной ржавчины ни на одном стыковочном элементе а здесь полная идеальная просто санитария где не хочешь не придраться ни одно примыкание все просто идеально в любом месте сравните видео что мы снимали о вильнюсском аквапарке это день и ночь например ступеньки вильнюсского аквапарка и вот здесь обратите внимание на примыкание которое здесь есть так она отличная выгляда ну в 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 И вот здесь кто выходит. Это часть безумной горки. Получается, здесь люди немножко отдыхают. Потому что они пронеслись только что. И идут заново на новый круг. И побежали опять. Прикольный вот такой водопадик. Зона джакузи. И здесь место для тех, кто идет на СПА. Дальше три горки. Первая желтая. Вторая желтая. Третья черная. И для совсем маленьких еще одна желтенькая горка. Вот такая вот. Эти четыре горки, они все абсолютно безопасные. То есть детей сюда можно оставить и просто забыть про них. Никаких препятствий здесь для какой-то безопасности. Их нету, это 100%. Здесь нету никакого спасателя. Потому что он здесь ну просто не нужен. Здесь не было никаких вариантов, видимо, чтобы кто-то пострадал. Самое интересное по расположению этого аквапарка. По центру расположен спасательный центр. Видите, здесь такой центр. Здесь куча видеокамер и в постоянном режиме среди девочка. За каждой горкой. Видите, да? И там же за стеночкой находится медицинский центр. То есть медработник прибегает моментально, меньше минуты. И скорая, я просто был в этом аквапарке уже. Вот человек пострадал, порвал ребенок коленку. И скорая приехала, за 4-5 увезла его. То есть это реально работает. Как и во всех аквапарках, какая бы ни была антискользящая плитка, при большом количестве воды, она все равно скользит. И все равно дети падают. Вот этого нету ни в одном аквапарке, что прям нескользящий 100%. Но мы можем видеть, что здесь есть табличка такая, что осторожно, скользкая. Перед входом на каждую горку. Не есть смысл сказать несколько слов о покрытии. То есть чуть-чуть. Вот это покрытие, это специальный технологичный линолиум, такой с крошкой, который позволяет не скользить в этом варианте. И получается такая ситуация, что здесь нет ни одного единого шва, потому что линолиум паяется, и здесь нет никакого места для какого-либо микроба, например. И он абсолютно не скользящий. И плюс ко всему положим коврик. Но не резиновый коврик, а композитный коврик. Это когда люди выходят, чтобы у них с ног стекала вода вот в этом моменте и в трап уходила. А во всех остальных они ходили уже совершенно по сухому покрытию. И сейчас будем на выходе выходить. Этот линолиум коммерческий с специальным покрытием, с крошкой, он плавно переходит в резиновый коврик. То есть нет такого, как все делают эпоксидные полы, заливают в аквапарках и этим пользуются. И вот практика показывает, что эпоксидный пол проигрывает вот этому полу. С резиновым покрытием, либо сразу с коммерческим линолиумом. Сейчас пройдемся и посмотрим, в каком состоянии. Аквапарк, разумеется, не только что после линолиума, а много лет эксплуатировался. Прикольно, конечно, что есть сены. Правда, фен не такой, как и нормальный, как в аквапарках, а вот такой бытовой, честно говоря. Ну, не трогай себя зарекомендовал. Их, не такой. И проводит примерно вот так вот. Ну и действительно развесится, насколько мы потудили. На кнопку нажми. Единственное, что отель настолько хороший, что из него уходить не хочется. А Тимур у нас на донке плавался не весь день, до 10 часов. У нас осталось еще 20 минут. Говорят, что ресторан работает до 12, а грильбар до 10. У нас осталось 20-100 по курсу, потому что в основном не ест ничего жального. Есть только вареное, поэтому нам надо спешить. Здесь, кстати, романтик бар. Я думаю, что это что-то алкогольное. Ну, где мы живем-то? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова